Всех приветствую! Это распаковка внутриканальных наушников, которые я приобрел в интернет-супермаркете Розетка.ua. Это наушники фирмы Knowledge Zenith или KZ, как часто их сокращенно название этой фирмы пишут. Модель называется EDX. Данные наушники являются самыми младшими в линейке Knowledge Zenith. Они не гибридные, просто динамические. Внутри них установлен один 10-мм динамик. Это самые простые, самые базовые наушники. Они поставляются вот в такой картонной коробочке. Сзади небольшие характеристики этих наушников, их чувствительность, сколько они ом и так далее. Давайте распакуем, посмотрим, что идет внутри в комплекте. Снимая верхнюю картонную коробочку, мы сразу же видим непосредственно за таким прострачным пластиком непосредственно сами наушники, которые утоплены в такую нишу для них. Есть такой язычок, который можно поддеть, чтобы извлечь наушники. Так, давайте пока их уберем. Что внутри? Внутри запечатанный пакетик с дополнительными амбушюрками. Гарантийная карточка и инструкция пользователя. И все, больше внутри ничего нет. Ну и, конечно же, внутри упакован кабель. Давайте посмотрим, как он выглядит. Кабель выглядит, то есть у этих наушников сменный кабель. С одной стороны 3,5 мм джек. С другой стороны вот такой двухпиновый вилочный коннекторчик. Сам кабель вот такой плетеный, из такого как бы коричневого плетения. Итак, давайте откроем сами наушники. Так, снимаем. Наушники вот так, как бы насквозь продеты. Так. И вот так. Вот так выглядят непосредственно сами наушники. Они сделаны из глянцевого пластика с таким вот логотипом X на задней стороне. Коннекторы для кабеля. И вот такие вот резиновые амбушюрки с насечками. Вот если видно, на конце у них такие бороздочки. И, в общем, пользователи и почитатели фирмы Knowledge Zenith их любят. Именно вот эти с насечками. То есть, каким образом... То есть, данный кабель имеет заушный крючок. Вы подключаете таким вот образом наушники. И кабель идет за ухо, а наушник идет непосредственно в ухо. Внутри можно видеть решетку звуковода металлическую. Если снять, мы видим вот такой звуковод. На конце у него есть насечка для удержания амбушюр. То есть, можно заменить. Не брать, которые идут в комплект, а поставить какие-то другие. Вот есть такие компенсационные отверстия. То есть, еще раз повторюсь, внутри только один динамический драйвер. Нету ремонтурных драйверов, нету гибридной системы. Только один динамический драйвер. Вот, собственно, и все. Это все, что идет в комплект поставки. Ну, для самой базовой версии, я думаю, что это неплохо. На этом все. Спасибо за внимание.